Многие родители очень переживают из-за того, что они плохие родители. На каком основании они делают такие выводы? Ну, во-первых, на основании своих неврозов и комплексов. По-настоящему плохие родители не переживают о том, насколько они плохи. Но это тема отдельного разговора. Второй повод для беспокойства и угрызений совести – это когда вы сравниваете своего ребенка с другими детьми. Когда ваш малыш заговорил, когда научился рисовать, читать, считать. Родители сравнивают своего ребенка с другими детьми и или слишком гордятся результатами, хотя, честно говоря, зря, или, наоборот, очень переживают и тревожатся, что их ребенок отстает от сверстников. На самом деле каждый ребенок индивидуален. И если специалисты не обнаруживают у него никаких патологий, то нет ничего страшного в том, что он чуть-чуть позже заговорил, нежели другие дети, или позже выучил алфавит. Развитие ребенка – это не соревнование. Так что думать мы должны не о скоростях, а лишь о том, как правильно помогать своему малышу осваивать необходимые ему в будущем навыки. В каждый момент времени ребенок находится на определенной стадии развития. То, чему он уже научился, и к чему он прекрасно справляется, это зона его актуального развития. Но рядом есть и зона ближайшего развития. Это навыки, которые у ребенка еще не сформировались, но он способен справиться с соответствующими задачами в присутствии взрослого с его подсказками и помощью. Так вот, родителям нужно постоянно думать о том, что является для их ребенка естественной зоной ближайшего развития, чтобы подталкивать его делать то, что он уже может сделать, если чуть-чуть ему помочь. Попробуйте действовать следующим образом. Для начала составьте список навыков, которыми ваш ребенок уже хорошо владеет. Например, ваш малыш уже научился застегивать пуговики, надевать штанишки и так далее. Вторым этапом напротив каждого пункта вашего списка укажите навыки, лежащие в той же области, но еще не освоенные вашим малышом. Например, если он научился застегивать пуговицы, следующим шагом может быть умение завязывать шнурки на ботинках. Это и будет зона ближайшего развития. Сосредоточьтесь на освоении этой усложненной задачи. Покажите малышу, как пополнять намеченные действия, потом предложите ему сделать это самостоятельно, по ходу поправляйте его, направляйте, но не выполняйте действия за него. После того, как положительный результат достигнут, переходите к следующей зоне ближайшего развития. Итак, шаг за шагом, помогайте вашему ребенку подниматься по лестнице его психического развития.